Так, ну чё, всех рад приветствовать на канале CryptoCommons. Guys, и сразу хочу прерваться и сказать, что вот только что я уже закончил записывать это видео. Я там в нём рисовал вот такие вот штуки, но теперь вижу вот здесь зелёную свечу. И хочу сказать, во-первых, не принимайте как истину в последней инстанции то, что я вам говорю, потому что я просто чувак из интернета, и никто точно не знает, куда пойдёт биткоин, особенно в краткосроке. Но в долгосроке понятно, куда он идёт, да, так что вопросов, я надеюсь, у нас с вами нет. Но вот эти вот штуки, просто не ведитесь на FOMO, короче, потому что сейчас вот он вот такую свечу рисует, вы тут все в лонг заходите, потом следующую свечу будет рисовать красную, вы там все в шорт зайдёте. В лонг, в шорт, в лонг, в шорт, вы проторгуете половину депо комиссиями, а он так и никуда не сходит, понимаете, так тоже может быть. Поэтому я, конечно же, за лонг тоже, как и вы, я надеюсь, но давайте подождём, лучше посмотрим. В общем, смотрите это видео, из-за вот этой вот зелёной свечки, я думаю, ничего не поменялось. Смотрите, что я там вам сказал. Вот прямо здесь, вот когда мы находились, писал в чате, что недостаточно, это незавершённая форма коррекции какая-то. И рисовал вот что-то такое как раз. А там посмотрим, как бы, может быть двойное дно, может быть тройное дно наверх, может не дойдём, может сейчас сразу двойное дно наверх. Но в целом-то наверх, вы же понимаете, что мы находимся с вами в локальной коррекции. Хотя тут и есть всяческие, конечно, тревожные знаки, в том числе и медвежьи дивергенции на недельках, о которых Карл говорил уже в последних видео. Если посмотреть глобально на бычий рынок, да, конечно же, мы очень высоко отросли, посмотрите. И даже если мы вернёмся куда-то на 40 или даже на 30 с чем-то тысяч, это не отменит бычьей разволновки и дальше. Но я вам об этом тоже говорил много-много раз. Но, тем не менее, насчёт этих дивергенций, да, вот у нас с вами здесь есть понижающийся пик в RSI, как мы видим, и повышающиеся пики в цене. Это медвежья дивергенция на недельном таймфрейме. Кто не смотрел Карла, сейчас быстренько повторю. Я абсолютно здесь согласен. Тут сложно не согласиться, потому что это аксиома, это факт. Тут не поспоришь. Вот у нас были такие же медвежьи дивергенции. То есть изначально это знак на то, что слабость в рынке, и как минимум консолидация или коррекция нас ждёт. Но если вы посмотрите, у нас вот здесь была медвежья дивергенция в прошлом бычьем рынке. И я вам скажу, что вот это, когда мы были на 2000$, это было очень высоко. Это казалось как сейчас, то есть это 2x от all-time high предыдущего. Посмотрите. Вот как мы высоко были, посмотрите. Очень высоко. Очень высоко. Вот мы были буквально 200$ недавно, и тут мы стали 2000$. И то же самое здесь. Посмотрите, опять же. Вот тут у нас была медвежья дивергенция на недельки. Короче говоря, в бычьем рынке эти дивергенции не особо отрабатывают. Мысль такая. Поэтому не забывайте глобальную вещь, что мы находимся с вами в бычьем цикле, и бычьи рынки, они очень всегда неожиданные. Например, вот эта вся волна с 4000 до 20 была дико неожиданная, поверьте мне. И мы сейчас реально где-то вот здесь находимся, между 2 и 4, если сравнить эти циклы. И все начинают шортить на этих коррекциях, не верят. То есть вот, у нас может быть сейчас вот такая вот коррекция происходит, которая тоже в моменте очень сильная, процентов на 30-40, скажем. Но глобально говорить о смене тренда пока, мне кажется, преждевременно. Что мы еще тут видим? В краткосроке, если мы вернемся на 4-часовой таймфрейм, мы все еще можем увидеть коррекцию. Она будет казаться сильной на этом таймфрейме. Вот, посмотрите, она уже идет. Кто шортит, молодцы, стопы ставьте куда-нибудь сюда, а лучше сюда, если вы уже в плюсе. И потому что это растущий тренд, он когда развернется, вы не хотите сидеть в шортах. Кто закрыл часть профитов из лонгов, тоже молодцы. Мы можем куда-то вот сюда улететь, можем даже вот сюда улететь в хреновом раскладе, но в какой-то момент мы все равно начнем делать вот так. И ваша задача, чтобы вас не смыло здесь, а чтобы вы здесь только позицию добрали еще. Поэтому, кто торгует без плеч, сидите в тезере частично, хотя бы на 50% в тезере, чтобы вы могли докупать просадки. Кто торгует с плечами или кто хочет попробовать торговать с плечами, то добирайте только вот в этой зоне, когда будет сильная просадка уже, вот где-то здесь. По опыту знаю. И то опасно, потому что вдруг еще сильнее начнем колоть. А также, ребятушки, обратите внимание на прекрасный криптоканал, который называется Che Guevara. Ссылку вы найдете в описании. Здесь ведутся активные сигналы по трейдингу, новости криптовалют и прочее, всякое другое-другое. В общем, зацените этот канал, обязательно перейдя по ссылке из описания. Я думаю, вам понравится. Называется Che Guevara. Лучше не суетиться и почаще разгружаться, на самом деле. Часто уже видно, что да, надо было разгрузиться нам. Всем, кто держит со мной дэш и все остальное, частично разгрузиться. Но вы же не знали наверняка, а вдруг бы он за ту зимунил сразу на 5 миллионов в Сатоши, понимаете, на 2000 баксов, а вы разгрузились. Поэтому тут сами свои риски рассчитывайте. Смотрим доминацию. Ну, по доминации вот на самом деле есть такие попытки отскочить битку сейчас. То есть, возможно, альты еще разок сейчас жестко задампят к битку, но, возможно, также и зафейлит они эту попытку, потому что, когда вот так вот туда-сюда ходят свечи на объемах, это может быть и консолидация у дна перед продолжением следующего движения вниз. Не знаю, тут вообще пока не берусь утверждать и предсказывать. Будем смотреть на доминацию. Она же, опять же, зависит от большинства альткоинов, то есть от всей рыночной капитализации, кроме биткоина. Но на самом деле хоть какие-то отдельные альты могут начать стрелять, и на доминацию это особо не повлияет. Скажем, если Dash сейчас за Tuzemunit на 10x, для доминации битка это будет незаметная, ну, такая вот свечечка, даже меньше, наверное, потому что капитализация Dash сейчас 2 миллиарда долларов, при том, что капитализация битка 932 миллиарда. То есть капитализация Dash меньше 1% капитализации битка, причем сильно меньше. Соответственно, еще раз говорю, если Dash начнут пампить на 10x, то мы это на графике номинации даже не увидим. Но сегодня по альтам много бегать не будем. Сегодня давайте читнем новости еще. Что тут происходит в мире крипты? Оператор биржи BitMEX выделил биткоин разработчику грант на 100 тысяч. Интересно. BitMEX пытается удержаться на плаву такими статьями. Кто-нибудь торгует еще на BitMEX? Напишите в комментариях, или все уже соскочили. Кто-нибудь проходил у них KYC? Galaxy Digital поддержала заявку на первый в мире Ethereum ETF. Это хорошо, наверное, но для цены эфира в краткосроке может будет и плохо, когда его одобрят. Я думаю, они пока это сделают, уже эфир будет как раз в районе 5000 долларов, и оттуда начнется медвежий рынок новый. Но вообще ETF для меня это именно как раз и есть эфир, потому что ETF это как эфир форк, а ETC, то что называется эфир классик, это на самом деле ETH, это эфир. Я думаю, вы все это помните, я делал об этом видео про хардфорки, обязательно посмотрите его, много полезного вы узнаете, если вы недавно в рынке. Так что ETC, опять же не финансовый совет, дисклеймер, но лучше ETC сейчас держать, чем эфир, стопудово. JP Morgan порекомендовали инвестировать часть портфеля в биткоин, но вот это тревожный звоночек как раз. В МИЭнерго Беларуси заявили об изучении перспектив майнинга криптовалют, но это они, конечно, еще бы 5 лет подумали, заявили об изучении перспектив, то есть это еще лет через 5 они заявят о том, что изучили перспективы, когда уже майнить невыгодно будет. Вот какой-то TimeCoin протокол продаст 10 миллионов токенов со скидкой 90%, это кому интересно все эти. Airdrop, я не знаю. E-Bank начнет майнинг Litecoin и DogiCoin. Аудитория криптовалютной платформы RobinGood за январь-февраль выросла на 6 миллионов. Суд одобрил план возмещения биткоинов кредитором Mt. Gox. Но они вроде как уже давно, эти биткоины в фиат выведены, поэтому там и суммы меньше такие. Поэтому не знаю, все боятся, что их начнут дампить по рынку. Мне кажется, их уже давно задампили. Ну в общем, новости нейтральные, я бы сказал. Такие не бычие, не медвежие. OneInch выпустил токен управления в Binance Smart Chain. NFT токен с Трампом перепродали за 6,5 миллионов долларов. В общем, как всегда, какая-то дичь происходит в мире криптовалют. А я хочу вам напомнить, что если вы, во-первых, до сих пор не подписаны по какой-то причине к нам в Telegram, то срочно это исправьте. Ссылка в описании. А во-вторых, на нашей любимой бирже Bybit начался турнир с призовым фондом до 6 тысяч долларов. По вот этой вот ссылке, тоже из описания, регистрация. В турнире могут участвовать все, потому что минимальный депозит составляет всего 200 тысяч сатоши. Я думаю, это каждый может себе позволить. Вот, регистрация уже идет. Состязание продлится с 1 марта до 8 марта. Собственно, все, что нужно делать, это торговать, но можно и не торговать. И 10 участников с лучшим показателем, с лучшим профитом на 10 утра 8 марта разделят призовой фонд. Очень прикольно, на самом деле, участвовать в таких маленьких турнирчиках на Bybit, потому что народу немного, это локальный турнир и высокие шансы на победу. И более того, вы можете даже не торговать, на самом деле, потому что часто многие, кто торгуют, они сливаются. Скажем так, меньшая часть зарабатывает в турнире обычно, чем больше. Соответственно, если вы не будете торговать, то у вас есть даже шанс остаться где-нибудь на 10 месте или там даже на 7. У меня такое было один раз, я на эфирном турнире, на предыдущем индонезийский турнир попал случайно. Я там вообще почти не торговал, одну сделку закрыл в микроплюс и занял 7 место, что ли, получил приз. Так что вот, видите, 82 участника уже, 18 участников до следующего призового фонда. Так что даже если вы не будете торговать, просто пройдите по ссылке, нажмите присоединиться к состязанию. И все, никуда, эти 002 у вас никто не спишет, 002. Это просто, грубо говоря, чтобы получилось нажать на кнопку регистрации, нужно, чтобы у вас было на счету. Ничего не морозится, ничего, вы можете в любой момент все это вывести, не участвовать. Но если будете участвовать, еще раз говорю, можете получить часть вот этих призов. Так что зацените. Вот, ну а так, хотелось бы еще посмотреть с вами на BLX Liquid Index Bitcoin, посмотреть на него в логарифме, посмотреть на него на недельном таймфрейме, вспомнить, где мы просто сейчас. И посмотреть на Stock to Flow, который ведет нас вон куда. И посмотреть на Beam Benz индикатор, который показывает нам коридор хода цены. И также посмотреть на вот этот замечательный индикатор. Большущий респект, бро, Гудман из чата, который подгоняет все эти индикаторы. Я бы без него не знаю, что делал. Вот он подогнал индикатор PI Cycle Top. Давайте я выключу пока остальные, чтобы вас не путать. Вот, посмотрите, как четко этот индикатор отрабатывает. Все, кто спрашивали в позапредыдущем видео, где мы делали перевод зарубежной аналитики, там был такой Бен Джамин Коэн. Посмотрите, кстати, очень крутой видос. И он там показывал по ходу вот этот индикатор. Но непонятно было, как его настроить. Этот индикатор показывает реально рыночные вершины больших циклов. Посмотрите, здесь есть два мувинга, которые, когда пересекаются, происходит вершина цикла. И после этого они сразу же обратно пересекаются, эти два мувинга. Точно так же было и здесь. Разве что в 2013 году у нас был цикл с двух вершин. И сейчас Тон Вейс, кстати, говорит в интервью Карлу, который я перевел только что на канал Moon.ru, что тоже он верит в том, что этот бычий цикл будет с двумя вершинами. Вот сейчас мы находимся в поиске где-то первой вершины. Посмотрите, как точно индикатор показывает. И потом будет откат сильный достаточно. Вот этот откат был на 50 или даже на 60%. И потом мы пойдем наверх к следующей вершине. Возможно, что будет так. Потому что вот этот бычий рынок был одним движением, мы достигли вершины. Сейчас, ну смотрите, если будет так, то мы можем поспекулировать с вами, что будет что-то вот такое и потом только что-то вот такое. Да, это может быть даже и жестче история быть. Короче, может быть даже вот мы уже близки к этой новой вершине и сейчас уйдем до мувингов обратно. И потом только полетим наверх. И это хорошо будет, ребята, потому что в таком случае эти мувинги не пересекутся. Потому что, смотрите, сейчас вот цена пошла вниз чуть-чуть, дампится, но мы этого не видим. Этот мувинг красный, он пошел ниже. Если бы цена запампилась еще бы хоть чуть-чуть, эти мувинги бы сейчас пересеклись. И это была бы вершина цикла, понимаете? Было бы достаточно плохо. Так что вот, и еще опять же Гудман подкинул очень прикольный индикатор Tootsie. Это для всех, кто хочет сигналы long или short. Хватит тратить деньги на платные подписки в непонятные группы. Вот, посмотрите, как это работает. Чем больше таймфрейм, тем лучше, конечно же, работает. Абсолютно офигительно работает. Посмотрите, вот он говорит. Войти в long, выйти из long, зайти в short. Он как бы говорит чуть позже всегда зайти в short, естественно, уже когда мы пробиваем поддержку. И также чуть позже зайти в long, когда мы пробиваем сопротивление. Но, тем не менее, если вы посмотрите статистически, даже на меньших таймфреймах, если вы будете пользоваться этим индикатором, вот, например, на дневке, то вы будете всегда в плюсе, в долгую. Если вы будете, конечно, ставить стоп-лоссы и правильно подходить к риск-менеджменту. Потому что, смотрите, вот он вам говорит, вышли из short и зашли в long. Бам, биткоин взлетел на 2 икса. Здесь он вам говорит, выйти из long, вы вышли. Но здесь он вам снова говорит, зайти в long, когда short не начался, и мы снова переписываем. То есть вы немножко пропускаете движение, но зато удостовериваетесь в том, что оно правильно. То, в которое вы заходите. Снова он вам говорит здесь, выйти из long, перезайти в long. Вот и все. Сейчас он вам говорит, лонговать. Вот, правда, сейчас он нам сказал здесь, выйти из long на дневке. Давайте посмотрим, когда он скажет нам снова зайти в long. Это будет уже не самое дно, как бы сейчас, грубо говоря, где-то оно будет. Это будет уже, считай, опять по той же цене, где мы переписываем локальный хай. Но лучше уж там зайти. То есть, грубо говоря, по 50 с чем-то, по 54, по 55. Зайти в long вполне себе нормальная тема. Короче, вот такой вот сегодня обзор. Небольшой, в основном по биткоину. По альтам что добавишь? Тут все то же самое, как бы альтсезон на самом деле. Вон, Aeon USDT показывает 16%. Понимаете, у альтов уже места не осталось им, чтобы падать вниз сильно. Поэтому будем ждать их наверх. Альты к биткоину-то уж точно. Вот, всем желаю терпения, кто терпит просадку по лонгам альтам к биткоину или по любым. Кто шортит, желаю тоже не зашортиться, передвинуть стопы, потому что рынок бычий. Ну и вообще, да, не забудьте, что маркеткэп у нас полтора триллиона. Как бы мы с вами триллион-то ждали много лет, молились на него. А теперь полтора триллиона. То есть я не удивлюсь, даже если коррекция будет обратно к триллиону или даже к 900 миллиардам. Так что будьте осторожны, бдительны. Соблюдайте риск-менеджмент, не набирайте большие плечи. И что тут добавишь-то еще, даже не знаю. Скоро увидимся в следующих видео. С вами был FalaLite, канал CryptoComments. С вас подписки, с нас контент. И всем профита, увидимся скоро.